друзья здравствуйте как всегда подводим итоги недели но перед этим как мы подводим итоги недели наши технические специалисты снова просят подписаться на канал потому что если раньше 70 процентов смотревших были не подписаны то последнее видео уже 60 вот этим 10 процентам лучших я хочу поблагодарить всех остальных призываюсь уже подписаться мы для вас делаем эту работу чтобы вы смотрите значит вы хотите видеть этот контент а только подписавшись вы будете видеть этот контент ну и в конце концов ребята которые обеспечивают функционирование вот все всего этого комплекса студии снимают монтируют они получат какую-то небольшую надбавку к своим зарплатам заработать какую-то денежку так что подписываемся на канал ну и давайте начнем говорить подводить итоги на итоги недели начнем конечно мы с атаков дрона на кремль и очень много сказано но я попытаюсь посмотреть с вами немножечко с другой страны немножечко с другой структуры смотрите в зависимости от того я уже разбирать вопросы в интервью шелесту в интервью максу назаровым многим другим нашим youtube каналам и средством массовой информации но мне кажется продолжает существовать непонимание в отношении возможных последствий этой атаки и в возможных странностей по время той атаки которые с очень слабо анализируется с точки зрения просто рационального подхода во первых зависимости от того была ли это атака на кремль или была ли это атака на путина или бы или была ли это атака организованная западным партнерами украина российскими оппозиционными группами недовольными узбекскими уборщиками последствия будут разные каждая к каждая из этих каждая причина из этой атаки провоцирует разный абсолютный набор последствий вот если это было атака просто на кремль на символ российского государства на эту башню со звездой то скорее всего реакции россии тоже будет такая же символическая военный какой-то ответ в виде бомбардировки это символических мест или просто масштабных бомбардировок украины если такая атака была на путина на лидера государства то я то и результаты будут прежде всего для лидеров государств они тоже окажутся вне безопасности я говорю не только о зеленском и говорю о всех лидеров втянутых в эту войну а сегодня в нее втянуты около 70 государств и эта война по-настоящему стала международной хоть и не мировой слава богу пока если это атака была оппозиционных российских групп условно говоря даже поддерживаемых украиной то последствия будут для них усилиться давлять террору и зачистка любой российской оппозиции помним уже навального его команду обвиняли убийстве в организации причастности в убийство российских и российского военкора также на них бросали тень в покушении подарьи дугиной вот будет внутренняя реакция внутренняя зачистка попытка наверное каких каких-то атак на российскую оппозицию за рубежом и они будут в опасности лидера этой оппозиции если это к этому причастны какие-то радикальные условно говоря группы или с автономные группы внутри украинской власти или группы которые воюют напрямую с россией будет работа против этих групп если затем стоят западные партнеры мы видим символические решения по западным партнерам если это был украинский государственный заказ мы увидим решение по украине мол политического и военного характера то есть каждый каждый из этих причин влечет разный разный набор последствий и все они должны безусловно анализироваться даже если это были узбекские дворники поэтому когда мне кажется что большинство комментаторов ухватывается только за одну причину которая им кажется достоверной не при этом никто из них не может ответить почему именно эта причина достоверная и пытаются комментировать только один набор последствий или их отсутствие потому что не обязательно что реакция какая-либо вообще последует если в россии посчитают что эта реакция будет больше идти во вред или посчитает что субъект такой реакции не заслуживает на публичное внимание мы эту реакцию тогда не поймем что еще необходимо анализировать в этой ситуации прежде всего самое интересное конечно поскольку мы не можем сказать кто мы не можем даже сказать чем потому что остатки этого дрона они находятся в руках российских структур и наверное через некоторое время они уже заявят каким дроном с каким набором там взрывчатки какие технологии использовались для этой атаки но мы сегодня это анализировать не можем но мы можем анализировать почему был большой временной разрыв между самим фактом атаки и обнародованием его медиа прошло не менее 10 10 часов атака состоялась ночью а в медиа пристрелись российские появился только уже ближе ближе к обеду вот этот временной разрыв заслуживает на очень пристальное внимание самый детальный анализ это то о чем о чем мы реально можем сегодня подумать исходя из этих данных которые у нас имеются почему потому что сказать как говорит тут недавно смотрел одного коллегу он говорит то просто москва скрывала и потом уже решили что нельзя скрывать и обнародовали москва пыталась скрыть вот такой вот негативный фактор как бы и такой вот унижение мировое вот поэтому был такой временной разрыв бред это абсолютный бред потому что кремль круглосуточном режиме снимается не только структурами безопасности российской федерации но кремль круглосуточном режиме снимается и разведками других стран частными акторами более того я думаю что съемка велась и стороной которая непосредственно атаковала кремль но никто никто более 10 часов не обнародовал это видео почему возникает вопрос кремль мог конечно не обнародовать это в силу того что формировалась реакция писали пресс-релиз пресс-релиз от отталкиваясь от которого потом медиа начали подавать эту информацию по всему миру начали подавать эту информацию по всему миру кремлю таким образом удалось запустить первоначальную волну в том виде в котором они хотели с теми комментариями они какими они хотели почему не обнародовали это другие стороны почему через час это не было там, смотрите, мы бомбим Кремль или бомбят вот Кремль, какие-то неизвестные партизаны. Потому что, наверное, существовал страх в отношении того, а я не сомневаюсь, повторяюсь, что это видео было во многих руках, в том числе тех, которые не контролируются Российской Федерацией. Наверное, никто не хотел оказаться в ситуации подсветки, никто не хотел оказаться в ситуации, когда обнародовал первым видео, он окажется главным обвиняемым для Москвы в организации этой атаки. Да, мы параллельно могли идти какие-то переговоры, некоторые из коллег говорят, что мы там были на волоске от ядерной войны, возможно. Но это уже необоснованное утверждение. С этим уже сложно сегодня работать для политического анализа. Возможно, были какие-то переговоры, и Москва контактировала с зарубежными коллегами, пытаясь использовать эту ситуацию в свою пользу, а я еще поговорю о том, как это будет использоваться и будет использоваться в дальнейшем эта ситуация. Но вероятнее всего, что никто не хотел быть первым здесь для того, чтобы не оказаться первым и обвиняемым, не быть формально назначенным первым главным врагом России. Кстати, я вот поэтому и сомневаюсь немножечко в версии, которые обнародила российская оппозиция, о том, что за этим стояло какое-то там освободительное российское движение. Если бы оно за этим стояло, то, наверное, я бы на этом попыталась максимально пропиариться. Обнародовал первыми это видео и запустил информационную волну, и, соответственно, аккумулировал внимание к себе огромное. Но этого не случилось. Мне это напоминает за эти заявления, знаете, разного рода атаки, например, на Израиль, ответственность за которые часто берут многие исламские, там, палестинские силы. Силы, каждая пытается примазаться к этой атаке, хотя часто и не имела к этому абсолютное отношение. Это здесь может возникнуть та же ситуация. Как Кремль и как стороны будут эту ситуацию использовать? На момент записи видео мы еще не знаем результатов совещания Совета Безопасности России, не можем их обсуждать. Но понятно, что для противники Путина, противники России сегодня, используют это для демонстрации слабости. Российского государства, Российской армии, для демонстрации того, что Россия даже не способна защитить свой Кремль, о какой военной мощности этого государства можно говорить. Да, это серьезный репутационный урон для России и для Путина, если эта атака была лично на него. Но в то же время мы понимаем, что это такой публично используемый мем. В практической плоскости те люди, которые принимают решения, прекрасно понимают, что это никоим образом не уменьшает ядерного потенциала России или военного потенциала. Это больше прокол, нежели погром. Прокол тех структур и сил, которые как раз ответственны за обеспечение безопасности Кремля. Внутри российской власти это тоже активно используется для атаки на Министерство обороны, для атаки тех сил, которые обеспечивали структур, начальник, которые обеспечивали охрану. И мы видели, как Пригожин это комментировал. Все это используется для того, чтобы сказать, смотрите на Шойгу, посмотрите на все его окружение, эти коррумпированные генералы ни на что не способны. Они даже Кремль защитить не способны. Используется как инструмент переформатирования и борьбы внутри политических лиц. Российским, официальной России, Путином, Кремлем, конечно, это может быть использовано для обоснования новой волны эскалации войны. Даже для применения неконвенциального вооружения, риски применения ядерного оружия после этой атаки, по моему мнению, существенно выросли. Ну, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не считаю сейчас очень вероятной ядерной атакой, я считаю вероятность ядерной атаки с применением тактического ядерного оружия где-то в диапазоне 20%, но это большой процент. Риски эти существенно выросли. Более того, Россия может считать себя уже не обязанной в рамках тех ранних договоренных, которые касаются не атаки на публичных лидеров других стран. Помним в свое время экс-премьер-министр Израиля Беннетт заявил, что Путин обещал ему не атаковать Зеленского, то есть Россия теперь не считает себя частью соглашений, которые гарантировали безопасность другим лидерам, другим участникам этой войны. Россия не считает себя, можно не считать себя частью договоренностей, которые касаются не атаки объектов критической инфраструктуры. Напомню вам, что такое договоренность существовало между Путиным и Байденом еще до войны. Она была, конечно, разрушена частично атакой на Северный поток, но атака на Кремль еще более развязывает руки для России и усиливает эту аргументацию. И Россия, конечно, может таким образом обосновывать любую эскалацию, любые свои действия, якобы аргументируя это ответом на атаку на Кремль. В свое время подрыв Крымского моста был использован для начала масштабной кампании по ударам по украинской энергетической инфраструктуре, которая стоила России большей части его ракетного запаса, ну а в Украине десятков миллиардов долларов, если не сотен миллиардов долларов, экономического ущерба и многих сотен, возможно, тысячей потерянных жизней. Поэтому все сейчас в ожидании этого ответа и исходя из этого ответа Россия попытается очевидно взять хотя бы моральный реванш, символический реванш за эту атаку на Кремль. Находится вся политическая и военная сегодня ситуация. Кстати, еще хочу сказать, что тоже маловероятно, хотя полностью исключить этого нельзя, выглядит версия самоатаки, то есть искусственной провокации, потому что если бы это был организованный процесс, то уже в пятницу мы бы не пытались бы анализировать саму атаку, а уже говорили бы, анализировали бы действия России в ответ на эту атаку. Развернулась бы сразу информационная машина подсветки этой атаки и, соответственно, были бы реализованы политические, экономические, военные действия со стороны России, если бы эта атака была бы частью спланированной ситуации. Хотя, в то же время, надо помнить, что многие реакции России наступают в растянутом времени периоде, ситуация в свое время вокруг Второй Чеченской войны, подрыва домов, ситуация даже ситуация вокруг Грузии. Многие вещи Кремль пытается делать на холодную голову, растягивая этот момент принятия решений. Поэтому полностью исключить эту ситуацию нельзя. Теперь давайте поговорим, наверное, о других вопросах, быстренько проговорим то, что еще было важное на неделе, потому что не только Кремлем и дроном мы жили. На протяжении недели также возобновились ракетные удары России по Украине, ночью 1 мая российские войска выпустили почти 20 ракет самолетов статистической авиации по территории Украины, большинство из которых удалось сбить, но в результате обстрела в городе Павлограде, обстрела и детонации склада с боеприпасами, возможно, а вероятнее просто со старым ракетным топливом, в Павлограде было повреждено более 100 многоквартирных частных домов, 9 учебных заведений, 5 магазинов, за последнюю неделю кроме атаки на Павлоград по Украине прошло как минимум 4 волны атак, в Киеве 3 дня подряд звучали воздушные тревоги, в ночь на пятницу еще 28 апреля Россия также наносила ракетный удар по Украине, Киевская, Черкасская, Днепропетровская, другие области Украины находились под ракетной атакой, всего, как утверждают наши источники, наше командование, Россия за неделю выпустила по Украине не менее не менее 100 дронов и ракет. Все это выглядит как элемент работы на истощение украинской ПВО в части подготовки более масштабной новой атаки. Повреждено за эту же неделю погибло в Украине около 100 человек, повреждено значительное количество собственности и имущества, большое количество жертв особенно случилось в Умане, где российская ракета прилетела в дом практически полностью разрушив и в одном этом доме погибло по последним данным 24 человека. Ракетные атаки и также надо понимать, что в этих ракетных атаках Россия использует не только дроны и баллистические воздушные ракеты, но и планирующие бомбы используют для обстрела наземных объектов С-300 ну и комплексы Искандер как и раньше. Удар этими системами нанося эти удары Россия пытается сорвать украинское контрнаступление с одной стороны, а с другой стороны пытаясь поймать наши резервы топлива, боеприпасов, а с другой стороны эти атаки по всей остальной территории Украины носят мне кажется и демонстративный характер. С учетом того, что украинская противовоздушная оборона усилилась, количество запускаемых ракет или дронов каждый раз не более 20, не может нанести существенного ущерба большой территории Украины и украинской инфраструктуре. Но в то же время эти атаки создают постоянное напряжение, постоянную атмосферу страха и войны на территории Украины. Таким образом Россия возможно пытается показать, что она может продолжить эту стратегию ракетного террора, оказывая давление на население Украины с целью провоцирования деструктивных негативных процессов экономики, миграции с опасных регионов, с целью не допустить этого социально-экономического восстановления Украины элементы паростки которого появились последнее время. Также это давление на наших западных партнеров, также постоянно разгоняются истории о возможных ядерных ударах и вот эти угрозы нельзя их назвать страшилками, постоянно эксплуатируются для подавления восстановления Украины, для подавления для оказания давления на западных партнеров. Для запада это сигнал того, что Россия способна создавать кризис безопасности и в дальнейшем, если не учитывать ее интересы. В то же время в мировом информационном пространстве актуализировались призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной, а также обсуждение того, в каком статусе Украине нужно заканчивать войну. Папа Римский, Франциск, во время своего визита в Венгрию заявил, что Ватикан причастен к секретной миротворческой миссии в Украине. Цель моей миссии попытаться положить конец к конфликту между Россией и Украиной и вернуть вывезенных в Россию украинских детей. Вероятно, таким образом, Папа Римский прежде всего пытается делать хороший имидж себе иеремокатолической церкви, особо подчеркивая свою роль в качестве миротворца. Примечательно, что понтифик о секретной миротворческой миссии говорил после своего после встреч с представителями России и пребывая в Венгрии, с учетом того, что как раз венгерская дипломатия в последнее время выполняла роль членочной дипломатии. Министр иностранных дел Венгрии был и в Москве, и в Минске. Германия эс-канцлер Ангела Меркель призвала также не исключать возможность переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. Она также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский еще в ходе президентской кампании не считал, что минские договоренности необходимо выполнять, что в принципе можно трактовать как завулированное обвинение Зеленского и Украины в начале войны, снятие с себя ответственности с Меркель. В целом, заявления Папы Римского и призывы к переговорам и заявления экс-канцлера ФРГ могут являться признаком того, что многие политические круги в Европе обеспокоены перспективами продолжения российско-украинской войны. Интересно, что на минувшей неделе с Франциском Витикане встретился и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, чтобы обсудить формулу мира, которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский. Вероятно, поэтому Папа Римский демонстрирует, публично демонстрирует заинтересованность в продвижении мирного урегулирования. В то же время в Украине пытаются формировать свою повестку дня и выстраивать диалог как с Китаем, так и с одним из главных представителей сторонников переговоров Папа и Римский по-своему. В Украине допускают, что возглавить процессы мирных переговоров может Китай, об этом прямо на официальном уровне заявили в МИДе, выглядит как реверанс в сторону Китая, такой же реверанс, который сделал и Макрон после своего визита. Очевидно, Украина пытается маневрировать между Западом и Китаем и не заинтересованно зависит только от западных партнеров. Ситуация с мирными переговорами и степень вынужденных компромиссов стороны Украины во многом будет зависеть от результатов украинского контрнаступления, которое может быть решающим по многим факторам и политического развития событий тоже. В США сообщили, что для контрнаступления страны Запада передали Украине практически все, что было нужно. В НАТО заявили, что 98%, но вероятно, что предстоящее наше контрнаступление может столкнуться с серьезными трудностями. Главным препятствием для наступления выступает, конечно, подготовленная российская линия обороны, отсутствие эффекта внезапности, все готовы к этому, и господство России в воздухе. Кроме того, прямо сейчас Украине нужно закрыть дефицит боеприпасов, потому что контрнаступление может растянуться на несколько месяцев очень эффективных боевых действий, интенсивных боевых действий. Результаты последних американских опросов демонстрируют, что американское общество в то же время проявляет нетерпение относительно ведения войны в Украине. 46% американцев заявили, что Соединенным Штатам следует придерживаться курса на поддержку Украины только в течение одного-двух лет. Это временной гэп для Украины, как раз до завершения выборов президентских в США. В последнем вопросе наблюдается заметное падение оценки того, что Украина побеждает, а Россия проигрывает. Это падение перекликается со снижением готовности населения платить цену за поддержку Украины. В целом оценка того, что Россия проигрывает упала с 48% до 37%, хотя мы видим, что практически доминирует в апреле, а оценка успеха Украины снизилась с 43% в октябре до 26% в апреле. Таким образом, если контрреступление окажется недостаточно успешным или не приведет к ожиданному результату, уровень поддержки западных партнеров может снизиться, что в свою очередь приведет к усилению давления на Украину в части начала переговоров с Россией и согласия на вариант замораживания конфликта. В то же время на фронте продолжается тяжелейшая оборона города Бахмута. Бои перешли сегодня в юго-западную часть города, ЧВК Вагнер продвинулись уже совсем близко к западным кварталам, которые контролирует украинская армия и к дороге на Хромово, через которую снабжается Бахмут. Несмотря на это, украинское командование стремится удержать город. Так, спикер Восточной группировки вооруженных сил Украины Сергей Чреватый заявил, что дорога в жизни в Бахмут останется и остается под контролем Украины и россиянам очень далеко до его захвата. По его словам, там также работают инженеры и специалисты по логистике, которые прокладывают новые пути. Все это в комплексе позволяет доставлять в Бахмут необходимые, а также забирать раненых и погибших. Рядом с Бахмутом российская армия атаковала населенные пункты Ивановская и Предтечная. Также идут тяжелые бои в Авдеевке, Первомайском, Маленьке и Новомихайловке, но без существенных изменений за прошлую неделю. Давайте еще поговорим о деньгах. Дефицит госбюджета Украины пока полностью покрывается финансовой помощью от наших зарубежных партнеров. С 2023 года сначала бюджет страны уже поступило 16,5 миллиардов долларов, до конца этого года ожидается получить не менее 40. В среднем с начала года Украина получила в месяц чуть более 4 миллиардов долларов. Кстати, бюджет за этот месяц, за прошлый месяц выполнен серьезным профицитом более чем 100 миллиардов гривен, что приведет скорее всего к увеличению резервов национальных. По заявлению представителей власти Украине в месяц необходимо от 3 до 5 миллиардов долларов. Сейчас помощь западных партнеров в апреле составила около 5 миллиардов 550 миллионов долларов. Вместе с международной помощью кредитами в бюджет привлекли 316 практически миллиардов гривен за апрель. Внутренние ресурсы внутренние поступления составили 113 миллиардов гривен при этом. То есть финансирование госбюджета за счет международной помощи теперь в апреле составляло 65%. В конце 2022 года оно составляло 50-55%. Также остро стоит вопрос увеличения тарифов жилищно-коммунальных тарифов в Украине они будут расти под тем или иным предлогом. Так для удорожания электроэнергии формальным предлогом выступает необходимость восстановления энергосистемы после российских атак. В частности коммунальные тарифы уже выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Я думаю вы видите я вижу некоторые тарифы у меня тоже выросли. При этом почти на четверть подскочила стоимость содержания ремонта жилья квартплатов в марте более чем на 12% а в январе и феврале почти на 17%. На 17% по итогам квартала выросла стоимость вывоза бытовых отходов в Украине. Тарифы на водоснабжение канализацию электроэнергию управление многоквартирными добами горячую воду и отопление практически не изменились формально благодаря мораторию который продолжает существовать. Нафтегаз Украины порадовал продлил действие тарифного плата фиксированной стоимость на газ который будет составлять 7,96 копеек за кубометр с НДС еще на год до 1 мая 2024 года то есть цена на газ не вырастет. В целом повышение тарифа будет способствовать дальнейшему снижению уровня жизни населения Украины а уже четверть населения Украины находится за гранью бедности данные международных организаций что повлечет и негативные экономические последствия сокращения потребительского спроса поддерживающего восстановление экономики повышение запроса на различные виды социальной помощи от государства субсидии выплаты по безработице возможно кризис неплатежей который все сложнее будет компенсировать по прогнозам программы развития ООН почти треть украинцев может оказаться за чертой бедности уже в этом году а 62% в группе риска впасть в крайнюю бедность в течение ближайшего года всемирный банк уже сказал что 25% украинцев за чертой бедности черта бедности это если человек живет на сумму меньше доллара 90 центов в месяц это в день доллара 90 центов в день это черта бедности которая считается международными организациями то есть если вы живете на сумму меньше 60 долларов в месяц приблизительно очень грубо говоря меньше 2000 гривен в месяц то вы за чертой бедности решение еврокомиссии европейского союза накладывает запрет на наиболее экспортируемые на наиболее популярные экспортируемые продукты из Украины пшеница кукурудза рапс семена подсолнечника приблизительно 15,5 миллиардов долларов прибыли за 2022 год которые составляют более 65% экспортной прибыли от продажи продовольствия в целом для Украины или 35% от всей экспортной прибыли Украины Украина в связи с этим уже выразила протест Польше и Европейскому союзу поскольку ограничение на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции противоречит соглашению об ассоциации но этот фактор пока игнорируется европейскими партнерами в пользу внутренних интересов стран членов 5 стран отказались вообще от потребления украинской продукции и сельскохозяйственной продукции но позволяет экспорт но даже с транзитом через эти страны есть проблемы очевидно что в Европе Украину в большей мере рассматривают как конкурента а не только партнера и в дальнейшем ее рынки под теми украинским будут закрыты для Украины или закрываться в ручном режиме это может привести к тому что Украина может потерять до 20 миллиардов долларов своей прибыли в год а если особенно в мае Россия не согласится на продление работы зернового коридора действие которого заканчивается уже 18 мая продовольствие продовольственный экспорт занимает более половины украинского экспорта и Украина в 2022 году импортировала товаров в целом на 55,5 миллиардов долларов а экспортировала на 44,2 в 2022 году Украина также экспортировала продовольственные продукции на сумму в 23,4 миллиарда 400 миллионов долларов что на 16% меньше было чем в довоенном в 2021 году среди товаров лидером по деньгам и по объему является кукурудза экспорт составил 25 миллионов тонн стоимостью приблизительно 6 миллиардов долларов масло подсолнечника второе место 5,5 миллиарда долларов пшеницы из Украины экспортировали на 11 миллионов тонн на стоимость приблизительно в 2,5 миллиарда долларов также был экспорт более 3 миллионов тонн рапса который принес 1,5 миллиарда долларов Вот такова была та неделя, так мы ее пытаемся структурно анализировать, также было продление военного положения до средины августа, причем это наверное предпоследнее продление военного положения, которое не имеет такого сильного политического эффекта, потому что следующее продление военного положения будет означать отмену выборов, парламентских выборов, которые по конституции Украины должны были бы пройти 25 октября, и скорее всего будет означать новый виток политической борьбы между властью и оппозицией за легитимность, будут показывать друг другу, кто же на самом деле более легитимный или менее. Знакомая для нас история. Друзья, спасибо, что смотрели это видео, пишите свои вопросы, я на умные и аргументированные вопросы обязательно постараюсь ответить. До новых встреч, не забудьте подписаться на канал, не обижайте людей. До свидания.